Тум-тум, ку-ку, всем привет! Блин, тракторы разъездились, наеду с микрофона. Сижу тут скетчу понемножку. Чуть-чуть просыпаюсь и пытаюсь войти в рабочий ритм. Еще что-нибудь нарисую по-быстрому, чтобы проснуться можно было. И что-нибудь надо погонять классичные композиции. Сто лет этим не занимался. И попробую что-то нарисовать про ландшафтную архитектуру, про скетчинг в ландшафтной архитектуре. Ну, все про мою тему. Я рисую линером. Это Виндзор Ньютон. Линеры. Такие прямо симпатичные. И на ходу пытаюсь придумать какую-то композу. Развиваю это все из головы. Ну и учусь делать так, чтобы можно было просто генерить, генерить, генерить. И это было легко, просто, быстро и симпатично. Все такие вот классические штучки мне нравятся. Мне очень нравится модерновая штука. Не очень это люблю. Асимметричные классические композиции. Я прям фанат. Рисую скамейку. Здесь основа колонны, чаша. От нее идет скамейка. Ну и по сути получается такой метод рисования, когда ты наполовину думаешь, наполовину не думаешь. И когда ты думаешь, что ты молодец, а когда ты не думаешь, ты ставишь себя в случайную такую ситуацию. Это любопытно. И потом эту случайную ситуацию ты также на лету должен обработать. И дать какое-нибудь пейзажное решение. Вот мне самому любопытно каждый раз, во что выльется вся эта история. Делаю штучки. Делаю... Что делаю я? Думаю и рисую скамейку. Чтобы человечек мог бы сидеть радостно. Вот она. Чаша. Вот она скамейка. Ну и думаю, есть такие отработанные у меня пути. Например, я поднимаю здесь уровень. Начинаю рисовать. Тут еще одну, наверное, историю с чашей. Или я прихожу сюда с этим. Уже с зелеными фрагментами. Вот с такими. Та-дим. Вот они. Ну, рисую тенюшки. Вот они приходят сюда. Молодцы. И листва. Рисую листву. Делаю такие закорючки, коряпки. Все просто и симпатично. Вот сюда, на задний план, наверное, сделаю какую-то историю со стриженными. И вот сюда в чашу хочу тоже, чтобы было много зеленки. И она прям так радостно свисала вниз. Та-дим, та-дим, та-дим. Вот. У меня скоро выходит онлайн-курс по скетчингу. Ну, ландшафтному скетчингу, архитектурному скетчингу. Поэтому, кому интересно, смотрите. Скоро это я все буду радостно анонсировать. В общем, в инсте я задаю разные вопросы, потому что было бы вам полезно и интересно в этом курсе. Поэтому тоже в комментах пишите, что мне нужно разобрать подробно, чтобы максимальную пользу принести людям. Да. Вот такая простая-простая композиция. Ничего сложного. Тут делаю такой фрагмент места для... Ну, по сути, это может быть кадочное растение. Вот здесь. Та-дим. Так. И теперь хочу, чтобы... Чтобы что? Сделать какой-то фон. И будет прикольно, если вот эта вот структура, она будет на фоне большой, вот такой вот зеленой формы. Сейчас я ее нарисую. Нарисую довольно условно, быстро. И это все, ну, моя история ландшафтного скетчинга. Потому что у меня проектная история. Ну, чтобы сходу там собеседник, клиент понял мою идею. И потребности вот этого вот, моего типа ландшафтного скетчинга, они заточены именно под то, чтобы просто быстро и симпатично показать проектную идею клиенту. Набираю историю с листвой. Вот оно. Окей. А вот тут, думаю, будут стрижены вот такой формы. Ну, это будет такая простая и симпатичная композиция. Дорисовываю фрагменты листва, листвица в разные стороны. Тут ветки приходят. Ну, и дерево посажено позади, куст посажен позади. Вот этой структуры с чашей. И тут кадочная история. И тут тоже куст. Так это выглядит вместе. Немножко пройдусь по земле. Я отрабатываю всякие листики, всякие камушки. Чтобы принести такую естественность в эту структуру. Немножко пачкования. Это всегда суперполезно. В общем, вот моя маленькая идея. Она уже отрежена. Это скамейка. Вот кадочные растения. Это стриженная форма. Еще не знаю, какую можно породу использовать. Кто может посоветовать, пишите комменты. Ну, окей. Вот здесь тень от этой стриженной формы, я думаю, стоит нарисовать. И вообще-то все это пространство вывести в тень. Вот оно будет продолжаться вон туда. Веста окей. И чуть подчеркну вот эти вот мои прямоугольные. формы, которые присутствуют на эскизе. И пройдусь по интенсивным теням. Ну, чтобы это все было эффектно. Пробуйте рисовать вместе с видосами. Ну, или подождите немножко мой курс по скетчингу. Там я, наверное, намного подробней, алгоритмичней. Все рассказываю, объясняю, чем на моих видосах ютюбовских. Ну, что естественно. Потому что, ну, курс такая структурированная система, обучающая, пошаговая. От простых базовых штук. Это довольно сложно. И она отработана на, ой, большом просто количестве. Оффлайн групп, которые я вел там в зеленой стреле. Раньше. Вот. Сейчас, наверное, перейду в такую онлайн историю уже. Окей. Так. В общем, вот. Такая история складывается. Немножко фрагменты дорисовываю. Немножко на солнце греюсь. И уже прям размелся-размелся. Можно начинать новый рабочий день. Сейчас буду проектировать чуть-чуть мебельную историю. Я ее вчера много рисовал. Ну, кто смотрит мой инстаграм, там это все прям показано в детальках. На ютюб не укладывал. Делал только сториз. Ну, смотрите, сториз тоже. Это же прикольно. Интересно. Дорисую траву. Ну, в общем, вот и скетч складывается. Т-д-ин. Сейчас покажу в детальках. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. У меня много таких уроков. Скоро будет мой видеокурс. Ну, смотрите, я буду там про него рассказывать везде. Подробненько. А меня зовут Кичвин Дуард. И всем хорошее утро. Чао-чао.